Привет, друзья! Сегодня у нас функциональная тренировка. Она будет не похожа на круговые силовые, либо на кроссфит. Больше она будет направлена на нашу стабильность и ощущение тела, ощущение мышц. Нам понадобится мяч 2 кг, либо гантель 2 или 3 кг. Если вам тяжело выполнять с этим весом, либо вы не можете проконтролировать нейтральное положение позвоночника, либо тазобедренного сустава, возьмите 1 кг. У нас будет 4 основных упражнения, а между ними у нас будут упражнения для отдыха. Начнем. Первое упражнение будет легкое и свободное. Ноги у нас на ширине таза. Мы выполняем наклон, округляем спину, далее мы разгибаемся и потянемся наверх-назад. Когда мы разгибаемся и тянемся наверх-назад, прессом контролируем разгибание позвоночника. Наклон и стоим на носки, тянемся наверх-назад. Выполняем 10 повторений. Округлились и потом разогнулись. Еще 6 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И заключительное. Прекрасно. Следующее. Мы встаем на одну ногу. Это упражнение улучшит ваше ощущение собственного тела в пространстве и улучшит вашу стабильность. И стоя на одной ноге, будет улучшаться и пропроцепция в общем. Конечно, нужно снять кроссовки. Самое главное было забыто. Все. Мы встаем на одну ногу и выполняем небольшие ротации. Как будто мы шагаем, но на месте. Сгибаю правую ногу и разворачиваюсь грудным отделом в сторону правой ноги, совершая ротацию и смотрю прямо. 10 повторений. Раз. Легко, свободно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Если вы падаете, можете подставлять ногу. Ничего страшного. И то же самое на другую ногу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Круто. Переходим к основной части. Первое упражнение. Мы берем мяч. Правая нога у меня будет впереди. Левая сзади. Большую часть веса тела мы переводим на впереди стоящую ногу. Мы выполняем наклон. Сохраняя естественные сгибы позвоночника. Напомню. Шейный лордоз, кифоз грудного отдела. Лордоз поясницы. И из этого положения мы сгибаем руки перед собой и разгибаемся. И в верхнем положении мы тоже сохраняем нейтральное положение позвоночника. Будет круто, если рядом с вами будет зеркало, в которое вы можете посмотреть и проконтролировать себя. Снова наклон. Сгибание. Стабильность. И разгибаемся за счет ягодиц. Наклон. Посмотрите. Колено под пяткой. А ягодицы тянутся назад. Далее. Стабильность. И колено под пяткой. И ягодицы тоже. Колено мы с пяткой на одной линии. И мы уже сделаем поактивнее. Три. Четыре. Пять. Хорошее упражнение для пресса и ягодиц. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И последнее. Десять. Поменяем ноги. То же самое с другой ноги. Наклон. Загрузились. Раз. Сложность здесь в том, что рычаг увеличивается. И за счет этого выполнять сложнее. Хорошо. Продолжаем. И еще пять повторений. Раз. Два. Три. Пресс собран. Четыре. Пять. Фух. Вот посмотрите, как вы выполняете. Если в процессе выполнения вы чувствуете, что задыхаетесь, но стараетесь сильно контролировать пресс, но задыхаетесь. Первая проблема. Вторая, может быть, если вы пресс не контролируете, но не задыхаетесь. Поэтому наш пресс должен и стабилизировать нас, и при этом мы должны дышать. Это очень важно. Переходим к следующему упражнению. Немного мы отдохнем и восстановимся. И задача будет выполнять мах, вставать на носки и в верхнем положении без веса удерживать ровную линию. Пятки, колено, таз и плечи. И даже можно ухо добавить. Небольшое упражнение для баланса. Вам покажется, что это легко, но нет. Не прогибайтесь, не падайте, удерживайтесь. Еще 6 повторений. А всего 10. Теперь мы усложняем. Мы добавляем ротацию и бросок мяча. Это у нас второе основное упражнение. Мы выполняем наклон. Руки за голову. Разгибаемся. Разворачиваемся. И выполняем бросок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И заключительное. Десять. Если все выполнять подконтрольно, не теряя технику, не теряя стабильности в центре, в тазобедренном суставе, это довольно сложное упражнение. Даже с этим весом. Фух. Смена. Так. Наклон. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. 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 Восемь. Девять. Десять. Отлично. Продолжаем дальше. Для отдыха упражнений мы выполним теперь фронтальные наклоны и ротации. Мы стоим на одну ногу. Выполняем небольшой наклон вперед, ротацию в сторону впереди стоящей ноги. Налево я стою, выполняю наклон. Раз. И затем мах и разворачиваюсь в другую сторону. Свободно. Руки перед собой. Если вам сложно стоять на одной ноге, подставляйте ногу сзади. Легко, свободно подвигайтесь. Расслабьтесь. Посложнее я выполню. Легкие ротации. Расслабьтесь. Как дерево на ветру. Вот десять повторений. Будем заканчивать. Смена. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Следующее упражнение. Также мы выполняем с мячом. Мы будем выполнять шаг назад, ротацию в сторону впереди стоящей ноги, левая, потом шаг вперед, выпрямляться. И будем имитировать бросок мяча назад. Раз. Загрузка. Через ягодицу. Костыль мышцы пресса. Два. В верхнем положении прессом контролируем себя. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сделаю к вам лицом, поменяв ноги. Раз. Загрузка. Два. Три. Четыре. Пять. Ротация направо. И налево. Как будто хотите бросить мяч назад, но себя останавливаете в крайней точке. И еще два. Раз. И два. Супер. Небольшой отдых. И мы двигаемся дальше. Упражнение для отдыха. Мы выполним небольшой выпад. Выпад в сторону. И выталкиваемся. Сгибаем ногу перед собой. И поддерживаемся в балансе. А вы что? Для отдыха упражнения. По-моему, самое то. Будет достаточно от семи до десяти повторений. И последнее. Хорошо. И в другую сторону то же самое. Самое важное здесь не только выполнить выпад, но и постоять на одной ноге. И остается два раза. Раз. И два. Заключительное упражнение. Думал, думал, чтобы такого добавить. И мы выполним с вами. И мы выполним с вами теперь все то, что мы изучили до, только соединим в одно движение. Мы будем имитировать бросок в пол. Раз. Смена. Два. Смена. Три. Разгибаемся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Смена ног. Одна подбивает другую. От десяти до двадцати повторений будет достаточно. Если вы чувствуете после этой тренировки мышцы пресса и ягодицы, это очень хорошо. Вы выполнили все верно. Если вы ощущаете поясницу, либо грудной отдел, это означает, что у вас не хватает стабильности в центре, а может быть в позабедренном суставе. Возможно, не хватает подвижности. Поэтому выполняйте внимательно. Пишите комментарии, конечно. И если здесь неприятное ощущение поясницы, пишите. И это мы откорректируем, и вы будете самые сильные и красивые.